Глава вторая Я был бы спасен от моих сновидений Был бы спасен от преследующих меня кошмаров Эта мысль не давала мне покоя каждую ночь в течение многих лет Если бы я мог найти человеческое существо и спастись Я повторяю Я думал об этом среди своих снов И я принимаю это как доказательство существования двух личностей Доказательство общения двух разделенных существ во мне Мое ночное существо жило задолго до того, как появился человек Каким мы его знаем А мое второе, настоящее Я Отражалось в моих снах и даже тогда я знал, что оно существует Быть может, психологи сочтут, что я неправильно употребляю выражение Раздвоение личности Я знаю, какой они придают ему смысл Но принужден употребить его по-своему Ибо затрудняюсь подобрать иное, лучшее Виной ограниченность английского языка А теперь приступим к объяснению того, в каком смысле я употребляю, а быть может, злоупотребляю этим выражением Только в колледже, уже взрослым человеком, нашел я объяснение своим снам К этому времени они стали бессмысленными и несвязными Но в колледже я изучил историю и психологию Познакомился с объяснениями различных странных душевных состояний и психологических экспериментов Так, например, падение куда-то в пространство во сне Переживание, которое знает каждый человек Это, как мне объяснил профессор, родовое воспоминание Примечание Такая теория действительно существовала Но теперь ощущение падения во сне Объясняется внезапным сокращением мышц Вызываемым внешними раздражениями Конец примечания Оно возвращает нас к нашим далеким-далеким предкам Жившим в ветвях деревьев И потому, что они обитали в деревьях Угроза падения была постоянно Многие погибли именно так Каждый испытывал этот ужас падения Летя вниз головой И спасшись лишь благодаря тому Что успевал ухватиться за хрустящие ветки Теперь это падение дает о себе знать Лишь в легком толчке Этот толчок Происходил от молекулярных изменений В мозговых клетках А эти изменения Передаваясь в мозг Потомков Становились, короче, родовой памятью И вот, когда вы и я во сне Или дремоте Падаем в бездну И просыпаемся с болезненным сознанием Недавнего падения Мы лишь вспоминаем то Что случилось с нашими предками И запечатлелось Благодаря родовой наследственности Тут нет ничего странного Не более чем странен инстинкт Инстинкт Лишь привычка Запечатлевшаяся в нашей наследственности Следует, кстати, указать Что в этих столь знакомых снах Ни вы, ни я И никто никогда не касались земли С ударом был бы конец Те из наших живших в ветвях предков Что касались земли Погибали мгновенно Конечно, сотрясение их падения Передавалось их мозговым клеткам Но они умирали тотчас же И опыта своего потомству не передавали Вы и я Произошли от тех Кто не ударялся о землю И потому ни вы, ни я В своих снах Не касаемся земли А теперь мы подошли К развоению личности Во время бодрствования Нам никогда не казалось Что мы падаем Наше настоящее я Никогда не испытывало его Итак И здесь доводы неопровержимы Должно быть еще я Которое падает Когда мы спим И переживает это ощущение падения Короче, это чувство Есть не что иное Как воспоминания О прошедших переживаниях рода Подобно тому Как наше бодрствующее я Помнит свои переживания наяву На этой ступени Моего развития Мне все сделалось ясно И со слепительной яркостью Озарилось и разъяснилось Все то, что было Чудовищным, неестественным И невозможным В моих ночных переживаниях В моих снах Был не я Не мое настоящее я Заботившееся обо мне Это было Другое существо Обладавшее новым Особенным опытом И в снах моих Вспоминавшее Эти переживания Что это было За существо Когда обитало оно На нашей планете Обогащаясь опытом Этих переживаний На эти вопросы Ответили мои сны Оно обитало Давно-давно Когда мир был еще Совсем юным В тот период Который мы называем Среднеплеоценовым Оно падало с деревьев И не касалось земли Оно тараторило в страхе Заслышав рычание льва Его преследовали Хищники и ядовитые змеи Оно болтало На совещаниях Вместе с другими И с ним Так же Зверски обошлись Люди огня В те дни Когда оно бежало От них Но Я слышу Ваше возражение Почему же Эти родовые воспоминания Неведомые нам И почему Мы Не видим Это другое Неясное существо Падающее В пространство Во время нашего сна В ответ я позволю себе Задать один вопрос Почему бывает Теленок о двух головах Я сам отвечаю Это каприз природы Таков и мой ответ На ваш вопрос У меня есть Это другое я Завершающее ряд Родовых воспоминаний Потому что я Каприз природы Но Разрешите мне Быть более ясным Самое обычное Из наших родовых Воспоминаний Сон О падении В бездну Это другое Существо Очень неясно Оно помнит Лишь об этих Падениях Но У многих из нас Ярче И определённее Другое я Многим из нас Снится О чудовищных Преследованиях О бегстве О кошмарах О гадах И пресмыкающихся Короче Эта другая Личность Находящаяся Во всех нас У одних Почти стёрта И неясна У других Ясна И отчётливо У некоторых Из нас Родовая память Сильнее И ярче Чем у других Вопрос Лишь в степени Властвования Этой другой Личности Во мне Её власть Громадна Моё другое существо Почти равносильно Моему собственному Настоящему я И потому я Как было сказано Каприз Каприз Наследственности Я охотно верю Что власть этого Другого я Не столь Сильного Как моё Заставила Кое-кого Поверить В переуплощение Душ Это весьма Правдоподобная И наиболее Убедительная Гипотеза Для таких Людей Когда у них Является Представление О давно Прошедших Происшествиях И поступках Легче Всего Объяснить Это тем Что они Жили уже Раньше Но Они Ошибаются Игнорируя Своё Собственное Раздвоение Они Не замечают Своего Второго Я Они Думают Что в них Есть только Одно Я А из Этой Предпосылки Они Могут Только Заключить Что Они Жили И Раньше Но Они Ошибаются Это Не Перевоплощение Я Вижу Себя Блуждающим На заре Жизни На нашей Планете В Непроходимых Лесах Однако Тот Кого Я Вижу Не Я А Лишь Частица Меня Так же Как Мой Отец Или Дед Это Другое Мое Я Прародитель Моих Предков А этот Прародитель Произошел От Тех Существ До Него Которые С Развитыми Для Лазания Пальцами Взбирались На верхушки Деревьев Снова Должен Рискуя Наскучить Повторить Что В этом Отношении Я Я Являюсь Каким-то Исключением Я Обладаю Не только Родовой Памятью Но и Памятью Одного Из Далеких Предков И Несмотря Несмотря На то Что Это Явление Весьма Необычное В нем Нет Ничего Сверхъестественного Следуйте За Моими Рассуждениями Инстинкта Памятья И Делать А Теперь Прежде чем Начать Рассказ Я хочу Предупредить Сомнение Фомы Неверного А Таковой Встречается Между Психологами Склонного К Насмешке В противном Случае Он Счел бы Наверное Логическую Последовательность Моих Снов Результатом Того Что Я Переучился И В моих Снах Вскрылось Все Что Я Знал Об Эволюции Во Первых Я Никогда Не Был Ревностным Студентом Я Был Одним Из Последних Я Значительно Больше Интересовался Спортом И Нет Причины Скрывать Сильнее Всего Бильярдом Кроме Того Я Не Имел Понятия Об Эволюции До Поступления В Колледж Между Тем Как В детстве И Юности Я Уже Жил В Своих Снах Давно Прошедшей Жизнью Правда Я Должен Сказать Эти Мелочи Были Смутны И Бессвязны Пока Я Не Знал Об Эволюции Эволюция Объяснила Мне Шалости Моего Атавистического Мозга Современного И Нормального И Однако Вернувшегося Вспять Так Далеко Словно Он Жил В Пору Зарождения Человека В То Время Человека Такового Каким Мы Его Теперь Знаем Не Было Именно В Эпоху Его Появления Я Должен Был Уже Существовать Продолжение следует